Сегодня у нас 17 марта, годовщина всесоюзного референдума, 80% населения страны приняло участие, из них 78% проголосовало за сохранение единой страны. И как мы знаем тогда, в скорейшем будущем, в кратчайшие сроки, мнение людей оказалось проигнорировано. Но тот всесоюзный референдум показал не только, как кто-то говорит, центростремительные, но и прочие тенденции. Да, это были тенденции по расколу страны, но это были тенденции и по ее собиранию. Именно тогда и Абхазия, и Южная Осетия, и Крым, и Донбасс проголосовали массово, более 90% за единую страну. И вот то, что проявилось тогда, еще в 1991 году, проявилось ярко позднее, в том числе через тяжелые конфликты. И не случайно в этом смысле мы вспоминаем три года подведения итогов крымского референдума. Я был там, в Севастополе, в Симферополе, видел эту вспыхнувшую русскую весну, когда все люди вышли на улицы и площади, а потом пришли на референдум проголосовать за возвращение в Россию. Тогда же началось Донбасское восстание, и я по-прежнему, так же, как и мои товарищи по фракции, выступаем за создание межфракционной группы под названием «Друзья Донбасса», которая могла бы заниматься правовой, экономической, культурной помощью нашим собратьям, нашим соотечественникам, живущим в Донецкой и Луганской республиках. Но сегодня я буду выступать в 10 минутки с важной, на мой взгляд, темой, которую поддерживают миллионы людей. Это тема заключенных. У нас, к сожалению, не вот неволе тащит каждый год огромное количество живых душ. И это не мы вам, а это реальные люди. Меньше одного процента оправдательных приговоров. Это значит, что если вы попадетесь, то почти стопроцентная вероятность, что вас оттуда уже не выпустят. В этой связи я намерен поднять вопрос о конкретных делах, потому что уже с трибуны Государственной Думы говорил о деле Евгений Чудновец. И хорошо, что разные депутаты, разные фракции проявили здесь свою солидарность. И удалось защитить эту женщину, которая, как вы знаете, сделала просто репост в сети ВКонтакте. Из-за своей неравнодушия была отправлена в зону-зону, да, приговорена к реальному сроку заключения. И только наша солидарность позволила ее высорпать оттуда. Но сколько других людей, знаете, как говорится, репостнул, лайкнул в тюрьму романтика. Я собираюсь поднять тему журналиста Юрия Мухина и его товарищей, которые оказались в тюрьме только за желание провести референдум об ответственности власти. Безобразная история. Но надо помнить и о чудовищном социальном неблагополучии. Какое количество людей из-за их бедности, из-за одичания жизни сколачиваются в небольшие дворовые банды, грабят, совершают мелкие преступления? Как бы нам научиться проявить милосердие и к этим людям, и к нашему многострадальному народу? В этой связи будет два предложения. Первое. Государственная Дума уже в первом чтении приняла очень важный закон, который, к сожалению, застопорился. Это закон о том, чтобы считать один день, проведенный в СИЗО, за полтора дня, проведенный в колонии общего режима, и, соответственно, два дня в колонии поселений. Понимаете, что это элементарная гуманизация нашей пенсарной системы? Это то, что есть в огромном количестве других стран. Это то, что позволило бы заключенным вздохнуть свободнее. Почему бы не ускорить принятие этого решения? И другое предложение связано с аммистией для тех, кто совершил мелкие преступления. Сейчас у нас юбилей двух русских революций. Это повод подумать о том, как важно, чтобы государство проявляло милосердие, адекватность, человечность. Чтобы были вменяемость и законность. Россия дважды в 20 веке теряла свою государственность, и как Российская империя, и как Советский Союз. И, на мой взгляд, это было связано с гнилостностью элиты, что приводило всякий раз к расколу. И сейчас вспоминал об этих событиях люди разных взглядов. И левые, и правые, и просто размышляющие должны подумать вновь о законности и милосердии. У меня на руках статистика. Человек в одиночку воспитывает троих детей в Белгородской области. Он вынес из магазина несколько плиток шоколада и два шампуня. Его посадили на реальный срок. Старик вынес продукты из магазина, его посадили. Виноваты они? Да, виноваты. Но означает ли это, что их первоходков, людей, еще не опаленных этим тюремным опытом, нужно немедленно волочить в места заключения? Думаю, нет. Предлагаю проявить к ним милосердие. Также, кстати говоря, и ко всем, кто осужден по пресловутой 282-й статье. Потому что человек, и мне пишут очень многие из нашей русской провинции, человек поставил не там сердечко, в плейлист зафигачил не ту музыку, и оказывается, что он уже жертва. И теперь его отправляют в лагерь. Разве это нормально? Я думаю, это нехорошо. В этом смысле, я думаю, что проявление здравости и милосердия – это то, что нам всем сегодня нужно. Хорошо, что Государственная Дума снова и снова обращает внимание на, казалось бы, незначительные дела. Проявляет свое внимание к судьбам отдельных людей. Потому что вот из отдельных людей, из судьбы отдельной личности, и складывается общенародная картина. Поэтому сегодня, я думаю, что кроме важных юбилейных дат, очень важно помнить и о горестях, и о несправедливостях, и о тяготах. И самое главное – предложить конкретные и решительные меры, как сделать жизнь лучше, и как помочь нашим согражданам, чтобы мы были по-настоящему народными депутатами. Спасибо. Спасибо.